Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» немецкий журналист, актер, писатель и режиссер документального кино Норберт Кухинке. — Господин Норберт, здравствуйте! — Здравствуйте! — У вас второе имя, данное вам при рождении — Георг, поэтому, если позволите, я буду обращаться к вам русской традиции. Норберт Георгиевич! — Очень хорошо звучит! — Очень хорошо! — Это имя очень многое значит для русских. Это святой Георгий Победоносец. Что в вашем случае, в вашей жизни это имя? Много ли оно значит «в вашей жизни»? — Ну, в принципе, да. И с самого начала, потому что это святой Георгий, который ценит, любит, уважает и в России, и на Западе. Поэтому такой святой, который имеет значение для православия и для западных церквей. И, может быть, святой Георгий, наверное, вы знаете, слышали, что у меня была идея создать в Германии русско-православный монастырь. — Монастырь недалеко от Берлина. — Недалеко от Берлина. Это где-то 80 километров в чудесном месте. Очень много озер. — Да. Ну и нам удалось достать для русско-православной церкви очень хорошее помещение, старый замок, потом здание для братского корпуса, которое нужно, конечно же, ремонтировать, и 4 гектара земли. И прямо у озера. И еще поле, которое потом монахи могут заниматься физическим трудом. — Ора и тлабора трудись и молись. — Трудись и молись. — Трудись и молись. — Замечательные слова. — Да. — Для монашеской обитии и не только. — Да. И слава Богу, вы знаете, земля Бранденбургская отдала эту русско-православную церковь за 1 евро. В принципе, подарок. А по юридическим вопросам не могут просто дарить. — Я думаю, что они что-то взамен попросили у вас власти. Наверное, нужно было сделать ремонт, привести все это в порядок. — Конечно, значит, это по договору в течение 15 лет должно вкладывать 4 миллиона евро. — А почему эта идея, господин Норберт, вообще возникла у человека неправославной веры? Вы католик. Я понимаю, что границы весьма иллюзорны для многих, но вообще-то они есть. И другая половина человечества тщательно старается эти стены как раз возвести. Вот почему вам, как католику, пришла идея именно православного монастыря? — Да, вы знаете, это, конечно, вопрос, который я сейчас постараюсь коротко объяснить. Потому что мне же не 20 лет, и немножко больше. И, знаете, у меня же давнейшая-давнейшая идея не стены построить, а строить мосты. Именно между Востоком и Западом. И сейчас и восточные религии православные, и латинские религии. Но у нас же есть общие корни, да, общие мы христиане, да, христиане. И мы должны, я же тоже не фантаст, я какой-то оптимистический реалист. Чтобы сближение, чтобы мы друг друга лучше поняли, да, и у нас же есть намного больше, что нас соединяет, что нас разделяет. Правильно? — Конечно. — Но и над этим надо работать. Поэтому еще есть факт, что две большие нации, Россия и Германия, да, и не в смысле национализма, да, если, значит, они сотрудничают хорошо в Европе, это не только хорошо для России, для Германии, и это и хорошо для Европы, да. И поэтому у меня было на основе наших общих корней. Да, если надо идти в историю, да, и на этой основе мы должны строить наши общие взаимные отношения, да. И поэтому и Святой Георг, да, это так, скажем, случайно, но очень приятно, что этот монастырь называется Святой Георгией, да. — У нас есть связи, таким образом, и культурные, и экономические, но и духовные. — Да. — И духовные, вы знаете же, только в кавычках, не только религия, это религиозная культура, да. Там в этом монастыре, в кавычках, не будет только русско-правостный монастырь, а это будет встречное место. И это будет такой культурный, религиозный центр России и общий, в принципе, общий. — Вы сказали, что вы оптимистичный реалист. — Да. — А что в истории с этой обителью монашеской навевает на вас пессимизм? Долгие годы ремонта или бюрократические проволочки? Удастся с этим справиться? — Ну, конечно, если... У меня действительно были оригинальные идеи, да. Ну, это, может быть, не моя идея, а это Бог или кто-то подсказал. Если вы хотите хорошую идею, сидите здесь и так далее. Почему надо, чтобы идея была? Не будет, да. — Надо что-то делать. — Надо что-то делать. И надо, значит, идти в лес, да, послушать на себя, на душу, и он тебе подскажет. Конечно, я за эти тематики очень много-много лет занимаюсь русским православием, потому что это было очень интересно мне, когда... Я даже не думал, что когда-то буду корреспондентом. Было интересно, что в стране, где говорили до революции, где говорили русский — это православный, а православный — это русский. То, что могла быть такая революция, да. — Атеистическая. — Атеистическая. Вчера еще люди ходили, пользовались в церкви, и на следующий день уничтожали церковь, уничтожали иконы и так далее. И это тайно. Тайно никто, и самых умных русских не может объяснить эту ситуацию до конца. Ну, и спробные варианты. — Я думаю, что уже и не объяснят, извините. — Уже не объяснят. — Уже не объяснят, да. Что в такой стране... И мне было всегда интересно, когда я приехал, да, и, конечно, занимался очень интенсивно Россией всегда так, потому что я родился на территории Германии, которую потом... — Это Силезия. — Передали Польше. — Идею появления этого монастыря в Германии поддержал пастор Кесснер. Я знаю, что это не просто священник, но, говоря о секулярной жизни, это еще и ближайший родственник нынешнего канцлера Германии, ангелы Меркель. — Отец. — Это отец ангелы Меркель. — Вот это его, как говорят на Руси, благословение. Оно помогло продвижению вашей идеи от замысла к законченному проекту? — Ну, конечно, в принципе, вы знаете, идея одна. Это же надо обсуждать с людьми, да. Потом первую идею я обговорил тогда еще был митрополитом Кириллом, да, которого я уже довольно давно знаю. Я сказал, значит, такая идея, он говорит, но это очень хорошая идея, надо сделать. Значит, с той стороны было окей, да. И потом просто сказать, мы сейчас делаем в Германии русский правильный монастырь, и не общаюсь с никем, это значит, чтобы люди приветствовали. Да, я был первым человеком, с которым мы разговаривали, был Кастнер. И он так, он же пастор протестантский, и он так задумался, через минуту ответил, это очень хорошая идея. И потом он с моими коллегами разговаривал, он мне потом рассказывал, у них тоже такая, сначала в молчании, минуту, думали, и потом, да, очень хорошо. Местными священниками говорили, с католиками, с протестантами, потом в деревне, потом на районной администрации, и все были за. Потом я показал этот маленький древний фильм, который я снимал в Пскове, в монастыре «Россия под крестом». И показали, была доска, дискуссия, потом, в принципе, все жители древней пришли, 99% за. А когда будет открытие? Когда будет освящен этот православный монастырь? Это, вы знаете, я всегда говорю, если даже строите монастырь, деньги не падают с неба. Ну, в самом оптимистичном прогнозе. Но я думаю, что сейчас такой, был кризис финансовый. Ну, какой это, 12-й год? Нет, я думаю, что в этом году делается очень много, и будет готово на следующий год. Более-менее готово. Потому что сейчас, как я вам сказал, я же реалистический оптимист. Для меня пессимизма нет. Если начинаешь такой проект, и многие проекты, я вам сказал, как я первый раз ввез хор монахов, надо иметь терпение. Хор монахов Загорска. В 88-м году. В 88-м старался 10 лет. Если есть минимальный пессимизм, не удаются такие проекты. Будет? Я хочу вас спросить. Слова крылатые, слова вашего персонажа, профессора Хансона, из знаменитейшего и любимого многими фильма «Осенний марафон», такие как «Алькач» или «Трезвыватель». Хорошо сидим. Хорошо сидим, они шагнули в народ. А вот словечко, которое называется «Маленький Раскардаш». Вот когда в душе у вас «Маленький Раскардаш», вам помогает ваше собрание, коллекция православных икон? Да. Да, конечно, я очень люблю это искусство. И мне было 24 года, когда я купил первую икону. Какую? В Данске, Божьей Матери. Ну, 18 век. Я никогда не думал тогда, что я буду когда корреспондентом. Шпигель? Шпигель. Я начал Шпигель в Москве. И это, ну, уже собираю почти 50 лет. Ну, и потом еще классический, авангард и модерн. Но и люблю, знаете, для меня икона. Это имеет, конечно, двойное назначение. Это искусство и культ. Ну, для меня больше это искусство и вдохновляет. Каждый вечер перед сном смотрю хорошую иконную книгу и вдохновляюсь. Да, это дает мне силу и спокойство. Если бы вас сегодня позвали сниматься в фильме, вы бы наотрез отказались после съемок у Сергея Бондарчука, у Георгия Данелия? Или все-таки вы рассматривали бы это предложение, исходя из сценария? Ну, это не трудно. У меня есть довольно много проектов. Были уже предложения для серийных. И если, может быть, очень интересные, глубокие, я, может быть, согласался, не знаю. Потому что у меня еще много проектов в культуре, снимать фильмы, книги. Но и монастырь, я тоже не думаю, что займет так много времени. Ну что ж, пусть важнейшее дело в вашей жизни обязательно будет освящено, когда монастырь Святого Георгия под Берлином примет послушников и примет всех тех, жаждущих, желающих приобщиться к высокому, к светлому. То, о чем вы так мечтаете. Да, пригласим на открытие канала культуры. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо, Норберт Георгиевич, Кухинке, актер, журналист, писатель и режиссер сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Вам низкий поклон. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...